В рамках смарт-проекта Астанчан обеспечили пластиковыми карточками, так называемыми картами жителя столицы. Карточка охватила все стороны жизни Астанчан. С ее помощью оплачивают проезд в автобусах, когда по системе смарт-транспорт отменены контролеры вместе с бумажными билетами. С помощью этих же карточек школьники проходят через турникеты, смарт-школы и оплачивают обеды смарт-столовых. Не смогут купить в столовые школьники и что-то вредное или вызывающее аллергию. Карта оплаты во время покупки попросту будет блокироваться. Ученики входят в здание школы по пластиковым картам. При этом родители получают СМС-уведомление, что их ребенок вошел или вышел из школы. Через карточку можно занимать онлайн-очередь в смарт-поликлиниках. Но для работы полноценного смарт-города нужно напичкать столицу приборами. И уже установлено 300 камер видеонаблюдения. Это дополнительно? Дополнительно. По результатам прошлого года количество ДТП снизилось на 32%. Ранения снизились на 40%, а смертность на 14%. А в общем количество преступлений снизилось на 52%. Изменения произошли и в системе ЖКХ. Счетчики воды тоже поумнели. Астана Инновейшн установила специальные смарт-датчики. Теперь не нужно будет лезть под ванну и подсвечивать себе фонариком. С их установкой контролерам не приходится заходить в квартиры и записывать данные, так как датчики расположены вне квартиры. Собственники же квартир могут следить за показаниями своих счетчиков через интернет. Вместе с тем эксперты отметили, что подобную систему в столице можно наладить только при наличии высокоскоростного доступа в интернет по всему периметру. Бауржанший Ахмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42.